Мы любим в гости ходить, а кто-то любит гостей принимать. Но, знаете, когда мы приходим в гости, часто бывает так, что зависит от хозяина, как он примет своего гостя. Иногда мы можем встать у порога и стоять, и хозяин нам не скажет, проходи ко мне на кухню, я тебе чай приготовлю, раздели странную трапезу. И ты просто постоишь и выскажешь свои какие-то нужды, да, или свои слова, скажешь, развернешься и уйдешь. Кто-то запустит на кухню, кто-то запустит в комнату, кто-то, значит, скажет, давай ложись, отдохни, полежи там, будь у меня как хозяин, распоряжайся моим имуществом. То есть все зависит от наших отношений с хозяином и гостя отношений с гостем. Если нету каких-то близких отношений, то и не будет общения никакого. То есть ты просто постоишь, ты скажешь и уйдешь. Если есть какое-то общение, значит, тебя пригласят на чай, да, и ты пригласишь на чай. Вот, вы будете вместе общаться, разговаривать. От степени общения зависит от того, насколько вы близки. Друзей мы принимаем, друзья могут хоть куда сходить, да, и посмотреть, что у нас есть дома. Мы ему откроем все сокровищницы, которые у нас есть, да, покажем, что у нас лежит. Но если с человеком у нас нет близких отношений, у нас этого не произойдет. У нас будет просто информальное какое-то общение. Знаете, Бог желает, чтобы у нас не было вот этого формального отношения к Нему. Чтобы мы не просто Его впустили на порог, и Он остался стоять на этом пороге у нас, да, сказал какие-то слова, да, сказал, до свидания, реведерчи, давай, пошел отсюда, да, все хорошо. Слава Богу, я буду заниматься своими делами, дальше смотреть телевизор. Бог хочет, чтобы Он был не просто вот таким посетителем у нас, да, а чтобы Он был почетным гостем, или можно сказать, почетным гостем на правах хозяина даже. Он желает быть у нас в сердце. И вот молитва апостола Павла к Ефесской Церкви. Апостол Павел молится за Ефесян. Это написано в послании к Ефесинам, 3 глава, с 14 по 21 стих. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славу своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Аминь. Аглория. Знаете, Павел говорит такие слова, он говорит, 17 стих, «Верою вселиться Христу в сердца ваши». «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Ну, вселиться, знаете, это термин такой, когда человек вселяется в новый дом. То есть он входит в этот дом на правах собственника, не на правах гостя, а на правах собственника. У него есть документы о собственности, он приходит, он может свои какие-то обои сделать, свой линолеум постелить, свою мебель там поставить. Он собственник. И знаете, это не значит, когда Павел молится об этом, это не значит, что он молится о спасении эфесян, что они были не спасены. Эфесяне уже были спасены. Они уже приняли Иисуса Христа. Уже Дух Святой вошел в их сердце. Они уже были верующими. Он молится не о том, чтобы Бог там просто пришел и пребывал там, а он молится о состоянии, о качестве пребывания Бога в их сердцах, о том, как он будет в их сердцах пребывать, где он будет находиться. Или же будет он у порога находиться. Или же он будет над всем хозяином всего. Знаете, есть такая интересная брошюрка христианская, да? И там показано жизнь верующего. И жизнь верующего представлена как дом, в котором Иисус ходит из комнаты в комнату. И вот Иисус, Он заходит в библиотеку. Библиотека – это разум наш. Он входит в библиотеку наш разум. И когда Он входит в эту библиотеку, Он находит там много разного мусора. Он находит там много всякой макулатуры, всяких ненужных книг, ненужных журналов. Я сразу говорю и вспоминаю про себя, что у меня тоже много лишнего, и мне надо эту макулатуру очищать из своей библиотеки. Много лишнего. И Он просто берет эти лишние книги, эти лишние журналы, этот весь мусор, этот весь хлам, эту всю нечистоту, Он просто удаляет ее и заменяет это Словом Своим. Заменяет это Словом Божьим. Потом Он входит на нашу кухню, приходит на кухню и смотрит, что у нас приготовлено. И Он видит, что на первое блюдо у нас подается гордость, на второе блюдо у нас подается похоть, и как на десерт у нас подается зависть. То есть Он видит вот эти кухни у наших человеческих греховных желаний, то, что у нас есть греховные желания какие-то, и Он не желает, чтобы мы принимали эти вещи, чтобы мы культивировали эти вещи, чтобы мы вкушали эти вещи, и Он это заменяет. Он берет мир, Он берет смирение, Он берет благодать свою, и Он дает нам другую пищу, другие вещи. Потом Он входит в гостиную, в гостиную Он видит, что там есть мирские вещи, мирские вещи. Есть то, что нас не ведет к Царству Божьему, есть материализм, что мы погрязли в этом материализме, мы стремимся к каким-то вещам, материальным, не духовные вещи, а материальным. И Он берет эти материальные вещи, выбрасывает просто ей, и дает нам духовные вещи. Он входит в мастерскую, где изготавливаются игрушки, и для наших забав, где мы там земляного коня какого-то делаем, чтобы на нем поскакать, пустое времяпровождение. Он это удаляет, Он это убирает. Он идет в кладовую, в кладовую, где за замками, за большими замками спрятано там, будет как песня, спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. А тут за замками в нашей кладовой спрятано самое драгоценное наше сокровище, сокровище, которое мы дорожим. И там в этой кладовой, в сейфе, в несгораемом шкафу, тоже на несколько замков, в тайных закрыто, в шкатулочке, как в сказке, да, там, Кощей Бессмертный тоже, где у него на дубе было, дуб на сундуке, сундук был там-то, там-то, там, на конце яйца, на иголке там и все. И тут у нас спрятано самое сокровенное там, самое сокровище такое, которое никто не знает, которого никто не видел и видеть не должен. И мы даже туда редко заглядываем. Это наши такие самые тайно сокровенные грешки, которые мы, и мы раз приходим и наслаждаемся этими грехами. Может быть, кто-то редко, может быть, кто-то часто. И вот Иисус, Он просто это все открывает, который берет и очищает эту кладовую. И знаете, Он проходит так по всем комнатам. И когда Он пройдет по всем комнатам, и Он очистит это все, только тогда Он может быть на правах хозяина жить в этом доме. Только тогда Он может комфортно чувствовать себя в этом доме. Он очищает от всякой плесени, от этой закваски греха и порока, которые есть в нашем сердце и в нашем доме. И потом Он начинает жить у нас. И знаете, когда Он поселяется в наше сердце, когда Он начинает там жить, тогда наше сердце очищенное, и Он уже может действовать через нас. В послании к римлянам, 12 глава, 1 стих, написано так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Если мы предоставим Иисусу наш дом, сердце, откроем для Него все двери, все комнаты, отдадим Ему ключи от всех наших секретеров, комодов, шифонеров и шкафов, тогда Он из этих шкафов выкинет все скелеты, которые там находятся. Он очистит это все, Он все это уберет. Иоанна, 14 глава, 23 стих, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». И знаете, здесь есть такое условие, «Кто любит Меня, кто любит Меня». Условие, если ты не любишь Иисуса Христа, ты никогда не отдашь Ему ключи от своих комнат, ты никогда не запустишь Его в свои, может, какие-то сокровенные вещи, в свои сокровенные места. Он будет у тебя пребывать, может, дойдет у тебя до гостиной, и ты Его будешь поить чаем, и ты этим будешь удовлетворен. Это значит, как ты несешь какое-то служение, взял какое-то одно служение и говоришь, я других служений не хочу, хватит одного служения, и ты, как бы, чувствуя ответственность перед Богом, ты говоришь, ну, я же исполняю это служение, хотя у тебя больше даров, хотя ты можешь послужить этими дарами на сто процентов, а ты служишь только на двадцать процентов, говоришь, Господь, я просто служу тебе, но ты можешь по максимуму служить Господу. Мы должны быть открытыми перед Богом. одного известного музыканта, трубача, джазмена, Луиса Амстронга, его спросили, может ли он объяснить, что такое джаз? Он сказал так, если бы я вам и смог объяснить, то вы бы все равно не поняли это, потому что это нужно понять и услышать сердце. Вот знаете, дальше Павел молится, чтобы вы уразумели, покорененные утвержденные в любви, могли постигнуться всеми цветами, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Мы не сможем своим разумом познать, что такое любовь к Христову. Мы не сможем своим разумом вместить свой маленький разум, который работает у нас всего лишь на 5%, мы не сможем вместить вещи огромные, как Бог, мы не можем вместить любовь, вот эта большая, превосходящая всякое разумение любовь к Христову. Когда Христос очищает наш дом, наше сердце, тогда что Он делает? Тогда мы укореняемся и утверждаемся в любви. И можем уразуметь, что такое превосходящее разумение любовь к Христову. Можно только на личном опыте мы сможем убедиться в том, что такое любовь. Это невозможно прочитать, это невозможно как-то знанием своим разумом прокубатурить. Ты только можешь на личном опыте принять, испытать Божью любовь. Ты только на личном опыте можешь принять и испытать спасение, которое Бог тебе дает. Что ты спасаешься, что Бог спасает тебя. Иоанна 3,16 самый известный стих Библии. Самый простой, самый известный. И знаете, где в этом стихе открывается вся полнота Божьей любви к людям. И в сжатом виде выражена вот эта радостная весть спасения. Первое, Бог любит грешника. И мы не можем постичь нашим умом Бога. мы узнаем все, что нужно знать о Боге в Библии. Библия нам говорит, все, что нам нужно, необходимо знать, оно в Библии открыто. Написано, и Дух Святой открывает нам о Боге те вещи, которые нам необходимо знать. Бог есть любовь, так говорит Библия. Бог, не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. И мы не можем разделить любовь и Бога, потому что эти две вещи неразделимы. Это сущность Бога, это основное его свойство и в том, как Бог проявил себя. Не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и отдал своего единородного Сына на смерть вместо нас. В этом проявляется полнота Божьей любви. Все измерения пронизывают Божьей любовь написано широта, долгота, глубина и высота. Смотрите, все измерения, еще есть 5 измерения, вот эти все земные наши измерения, Божья любовь, она пронизана. Первое, ибо так возлюбил Бог мир. Это широта, это широта Божьей любви. Бог возлюбил весь мир. Он простирает свои руки ко всему миру. Он в объятии заключает каждому из людей индивидуально. Это широта. Нет страны, нет народа, нет места, куда бы не простиралась Божья любовь. Говорят, человек с широким сердцем. Человек с широким сердцем, это человек, который любит других людей, который вмещает других людей в свое сердце. Бог вмещает каждого человека в свое сердце. Это широта его любви. отдал сына своего единородного. Это долгота. Он отдал своего сына. Он отдал его ради спасения. Спасение людей через Иисуса Христа прекращается уже две тысячи лет. Две тысячи лет так долго, так длинно. Бог работает, стучится в сердца людей, и он еще будет стучаться, пока будет такая возможность. Пока будут открыты эти двери благодати, Бог будет призывать человека ко спасению, чтобы человек получил это долгота Божьей любви. Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он долго терпит каждого из нас. Может быть, мы грешим, может быть, кто-то грешит, и не задумывается об этом, что придет когда-то конец всего. Эта благодать закончится. Бог долго терпит, он не желает, чтобы ты погиб, он не желает, чтобы ты был на кладбище, он хочет твоего спасения. И третье, дабы всякий верующий в него не погиб. Знаете, слово всякий, всякий верующий в него, всякий, оно не оставляет никакого исключения. Каждый человек, всякий, каждый человек, как бы он глубоко не пал грех, на каком бы дне, в каком бы болоте греха он не оказался, Бог может достать из этого болота. Всякого человека, какой бы грех человек не совершил или не совершает, Бог может его достать из этого болота. Это глубина Божьей любви. Так глубоко Бог, он спустится в самые преисподние места земли ради одного грешника, чтобы спасти его. Знаете, я сейчас хочу вам задать один вопрос. Иисус являл собой Божью любовь, и он никогда не разговаривал с лудницами и с митарями. Ну, отвечайте мне, правильно сказать? Нет. Возвратите, где ваш возмущенный разум? Да, наоборот. Я еще раз хочу сказать. Иисус являл Божью любовь, и он никогда не разговаривал с блудницами. Не разговаривал с блудницами, потому что, когда он беседовал с собеседником, он в нем видел не блудницу, он в ней видел дочь Божья. Он видел в ней Божье создание и то, что она уже дочь Божья и посажена на небесах в нем. Поэтому Бог никогда не разговаривает с блудниками и мытарями. Он видит в них уже святых, он видит с них уже Божьих создания. Когда мы утверждены и укоренены в любви, тогда мы обретаем способность смотреть вообще на мир на вещи новыми глазами. Тогда мы можем смотреть на людей глазами Божьими, глазами Иисуса Христа, и мы можем увидеть то, что мы раньше не видели. Мы можем увидеть в тех, кого мы не любили, мы можем увидеть в них тех, кого мы любим. И четвертое, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. Не погиб, но имел жизнь вечную. Знаете, это высота. Мы можем сказать, это долгота, вечная, но это высота. Потому что Бог берет со дна грешника, наркомана, плодника, преступника, самого последнего человека, он берет с самого полота, он поднимает его и поднимает его на самую высоту, он поднимает его на самую высоту, на самую высоту небес, туда, где он восседает. Библия говорит, вы посажены на небесах во Христе Иисусе. Уже там, представляете, какая Божья благодать, какая Божья сила, какая Божья любовь, которую мы не можем понять, которую мы не можем уразуметь своим разумом, своим умом, своим мозгом, мозгом. Вы посажены на небесах во Христе Иисусе. Знаете, в момент нашего спасения любовь Божья она извелась в сердца наши Духом Святым, данный нам. Послание Кремлина, 5 глава, 5 стих. Любовь это внутри нас, это как воздух, который мы с вами дышим. У нас функционирует воздух, мы дышим этим воздухом, но мы находимся здесь, в атмосфере. Любовь, она в нас пребывает. И мы находимся, если мы находимся в атмосфере Божьей любви, если мы находимся в атмосфере Бога, тогда любовь в нас пребывает. Знаете, говорить верующему человеку о том, напоминать ему о любви, это все равно что напоминать ему о том, чтобы он начал дышать. Мы же не говорим, мы не напоминаем друг другу, не говорим, что надо тебе дышать, да, мы и так дышим, а знаете, когда напоминают, что надо дышать? Больной, дышите, 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 вдыхайте, вдыхайте, когда у человека какая-то проблема, когда он уже лежит в реанимации где-то, да, или когда его везут, больной, дышите, дышите, когда у человека проблемы есть, когда у него не хватает воздуха, когда он задыхается, когда мы не пребываем в атмосфере Бога, когда мы начинаем задыхаться, когда мы начинаем вдыхать углекислый газ, азон, фармабидит, френол, там всякую тугаду, сероводород начинаем вдыхать, и потом, знаете, мы сами начинаем задыхаться. Недавно показали сюжет, что в районе боевых действий под Донецком, под Луганском, там жара наступает, жарко становится, жарко. Ну и вот эти метеорологи, они говорят это от того, что ведутся боевые действия, потому что скопление машин большое, скопление техники, взрываются снаряды, мины взрываются, и выбрасываются в атмосферу вот эти все вредные вещества. Уже кислорода становится меньше, а вредных веществ становится больше. И вот когда мы находимся в Божьей атмосфере любви, тогда мы начинаем вдыхать эти вредные вещества, да, сами начинаем задыхаться, и начинаем и другим начинаем душники устраивать, представляете, и мы сероводород подаем туда. Да? Как они себя чувствуют? Вот эти вещи Бог не хочет, чтобы мы травили друг друга, чтобы мы душили друг друга сероводородом, этим френолом, фромадегидом. Один учитель однажды спросил учеников, почему люди, когда ссорятся, они кричат. ну, и ученики начали отвечать, кто какой ответ дал, одни говорят, потому что они теряют спокойствие, потому что они раздражаются, и учитель сказал, но зачем же кричать, когда другой человек находится с тобой рядом, почему нельзя говорить тихо, когда ты растяжешь? И все предлагали свои ответы, и никто правильно не ответил, и он тогда начал объяснять, он начал тогда говорить, когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются друг от друга, и для того, чтобы покрыть это расстояние, им приходится кричать, чтобы услышать друг друга, и чем больше расстояние, чем больше человек кричит, тем больше человек кричит. А когда люди любят друг друга, они не кричат, и сердца близко друг к другу, и они говорят тихо, они говорят спокойно. И чем больше любовь, тем тише голос, и они начинают шатать понимать шатать друг друг понимать. А потом наступает такой момент, когда им уже не надо слов, когда они просто посмотрели друг на друга, и все поняли. И без слов все понятно. Без слов все понятно. Бог хочет, чтобы наши сердца не отдалялись друг от друга, чтобы вот эта Божья любовь нас наполняла, чтобы наши сердца были переполнены его благодатью и любовью. когда мы спорим, не нужно позволять нашим сердцам отдаляться друг от друга, не нужно произносить слов, которые еще больше увеличивают расстояние между нами. Есть слова, которые разделяют нас, они увеличат расстояние, наши сердца становятся дальше. И может быть, они потом будут на таком расстоянии друг от друга, когда мы не сможем соединиться, когда мы не сможем уже вернуться. 19 стих. «Дабы вы исполнились всею полнотою Божьей». «Дабы вы исполнились всею полнотою Божьей». Вот смотрите такие моменты, да? Сначала Дух Святой, Он вселяется в нас. Верою Иисус приходит и живет в нас, в нашем сердце. Потом приходит Божья любовь. Мы познаем, что такое широта, высота, глубина, долгота. Мы это узнаем. И потом уже, когда мы это все познали, мы исполняемся всей полнотой Божьей. Но это невозможно понять. Мы можем только в это верить и благодарить Бога за ту полноту, которую он дает. Каждый человек, он просто может испытать это на себе. если он любит Господа, если он следует за Богом, он может испытать полноту Божию в своем сердце. Галатам, 5 глава, 22 стих. Это стих о плодах Духа Святого. И там написано так. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Надо увидеть, на каких наказах нет закона. Знаете, самый первый компонент этого плода это что? Это любовь. Любовь это как бы основание, на котором держатся все остальные вот эти добродетели, все эти вещи. Это как фундамент, это как цемент, который скрепляет это все. И из любви исходит все. Радость это когда любовь радуется. Любовь не может не радоваться. Мир это когда любовь умиротворена, когда в твоем сердце мир благодать. Любовь у тебя благодать и мир в сердце. Если у тебя ненависть, у тебя все кипит и все возмущается. Долгодерпение это когда любовь ждет. любовь долготерпит. Она будет ждать. Она не будет торопиться. Она долготерпелива. Благость и милосердие это реакция любви на какие-то поступки другого человека. мы как мы реагируем или мы проявляем милосердие или проявляем доброту или же наоборот мы жесткие мы ставим какие-то условия да мы по закону поступаем. Вера это когда любовь держит слово и крутость это когда любовь может сопереживать. воздержание это когда любовь может контролировать твои чувства твои эмоции которые в тебе. Мы часто не можем их контролировать они не под контролем потому что они не под контролем любви бывает. Но если есть любовь любовь сможет контролировать эти чувства она сможет контролировать эти эмоции и тогда будет воздержание. Благослови нас Бог Бог укрепится, укоренится и утвердится в любви, и со всеми цветами написано, познать, что широта, долгота и глубина и высота им разумеет превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы исполниться всею полнотой Божией. Еще один последний стих я хочу сказать, это послание к Ефесинам, 4 глава, 2-й и 3 стих. Со всяким смиренно-мудрением и кротостью, и долготерпением, не исходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Если мы откроем свое сердце для Иисуса Христа и впустим Христа не как гостя, а как хозяина нашей жизни, если мы доверим Ему все наше имущество, все, чем мы обладаем, все, что у нас есть, отдадим Ему все наши ключи, когда Господь наполнит нас своей любовью. Вместе со Христом придет Божья любовь, придет широта, высота, долгота, глубина. Мы исполнимся всею полнотой, всею полнотой Божией. Бог будет действовать через нас. Тогда мы не будем просто формальными, религиозными деятелями, и мы не будем в других видеть просто какой-то материальный объект. Мы будем в другом человеке видеть святого, святую личность. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы мы стремились к Нему, чтобы мы познавали Бога, познавали Его любовь, познавали Его благость, познавали Его милость. Аминь. 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 Продолжение следует...